друзья всем привет сегодня хочу показать небольшой такой тюнинг с айги 410 достаточно распространенный такой калибр вот это мой первый гладкоствол я стал его обладателем чуть больше трех лет назад то есть с этого калибра я вырос хотя он достаточно неплохой кто-то умудряется с ним и ездить на охоту стрелять там и уток и фазанов я слышал даже на кабана кто-то ходил вот но я с него не охотился я его использовал только для пострелух на полигоне там где-то за городом вот стреляли там по бутылкам ну и просто как и любой мужик всю жизнь мечтал а был быть обладателем калаша вот а на тот момент это был самый такой доступный из гладкостволов калашоид калашеобразные ну можно сказать даже не карабином его не назовешь в общем самозарядная самозарядная гладкоствольная гладкоствольная пушка ну и первое что я сделал когда его купил это я сразу же купил к нему цевьё цевьё это фабовское фаб дефенс для тех кто не знает это в оригинале я покупал его магазине база в вот и сразу же купил к нему вот такую вот заглушку на планку вивера чтобы она там ну не царапался немного не комфортно было держать поэтому было принято решение купить вот такую вот заглушку макпуловскую это кстати также базе в купленном а пулловская заглушка вот далее что я сделал заменил стандартную рукоять на пистолетную она более эргономичная а тут есть тайник и ну или как его по-другому называют там камера хранения для батареек там для всякой мелочи вот она тоже фабовская она в оригинале вот поставил но это уже больше дань эстетики так было сделано для красоты калоши то есть ее просто потом монорез переставлю вот и особо на такой роли тут не играет потому что калибр достаточно слабый отдачу он не сильную такую отдает что необязательно ставить такие вещи далее я поставил фонарь фонарь здесь кстати на фабовском цве есть такое крепление боковая планка для лазерных прицелов там для фонарей для короче для всякой мелочи вот фонарь достаточно яркий световой поток там ксенон стоит ну наверное метров на 80 на 90 точно бьет в темноте также был поставлен коллиматор ну здесь коллиматор в принципе более-менее подходит к этому калибру чтобы каждый раз там не целится в мушку а сразу целится в коллиматор мы его пристреляли вот но это обычный такой недорогой коллиматор такой бюджетный и также я снял насадку чок потому что в основном я с него стрелял пулевыми патронами то есть дропе и картечи практически не стрелял ну и в принципе все то есть здесь как бы самый такой для меня подходящий был тюнинг чтобы было все это легко ничего лишнего ничего нигде не цеплялась и я не сторонник обвешивания там до неузнаваемости оружие то есть все таки оно должно быть функциональным и тюнинг должен нести какую-то функцию ну если мы здесь посмотрим тут есть кстати крепление под ласточкин хвост вот здесь также есть крепление для второй планки вот на которой фонарь висит вот она так выглядит вот я просто снял чтобы она не мешалась ну и в принципе все на этом тюнинг был закончен повторюсь из этого оружия я уже если честно вырос используется она в основном многим любви для охоты и для самообороны особенно дальнобойщики инкосатры кстати с ним ездят очень такой удобный ствол универсальный можно сказать но конечно это не нарез и ну и не охотничьи оружие честно сказать охотиться с него достаточно тяжело только на мелкую там дичь может где-то на среднем если удастся попасть но для антуража для такого любованием я иногда просто люблю вытащить оружие там подержать его в руках поездить не путать можешь бросок сделать в поход пойти то есть для этого он просто офигенно подходит вот ну не хотел ожидать три года до нареза поэтому купила его всем пока